Всем привет! Меня зовут Мачий. Добро пожаловать на мой канал Польский Значки. Польский язык с Мачием, на котором я помогаю вам изучать мой родной язык. Сегодня мы поговорим о том, почему не надо использовать словечко за, если вы не знаете, что оно на самом деле значит. Поехали! Друзья, за 5 минут это не значит за 5 минут. Можно так сказать по-польски, но это значит не за 5 минут, а через 5 минут. Посмотрите, пожалуйста, примеры. Приду за 5 минут. Я приду через 5 минут. Или же за 2 лета тут будет новая линя метро. То есть через 2 года тут будет новая ветка метро. Или же, когда будешь? За годзину. Когда ты будешь? В смысле, когда придешь? Через час. А как же Поляки говорят за в смысле за 5 минут? Ну, угадайте. Да конечно же, Поляки в таком значении говорят через, то есть через по-польски. Да-да, это просто полностью наоборот. През целое свое życie, только 2 раза был за границей. То есть за всю свою жизнь, дословно через всю свою жизнь, я всего лишь 2 раза был за границей. През 10 лет я только 2 подвышки. То есть за 10 лет, дословно через 10 лет, у меня было всего лишь 2 повышения зарплаты. Вместо за мы можем также сказать на протяжении. В польском языке это тоже возможно. И это звучит вот так. В чонгу. В чонгу целого своего житья. На протяжении всей своей жизни. Или же в чонгу джи шинчу лад. На протяжении 10 лет. Можно также сказать по-польски на прошедшине. То есть как будто дословно на протяжении. То есть на прошедшине целого своего жителя. На прошедшине джи шинчу лад. Но это вы услышите гораздо реже. Это просто такой книжный стиль. И есть еще вот такой нюанс. Если мы говорим о том, что кто-то не успел или успел, или не успеет, или успеет сделать что-то за какое-то время, мы используем вот это в чонгу, на протяжении, либо же просто словечко в. Например, записываемся на курс польский с мачкием и научимся польского в два месяца. Или же в чонгу двух месяцев. То есть я записался на курс польский с мачкием и выучил польский за два месяца. Или же на протяжении двух месяцев. Кстати, очень рекомендую. И другой пример. Не прочитаешь этой книжки в два дни, в чонгу двух дней. То тысяча строн. Ты не прочитаешь эту книгу за два дня, или же на протяжении двух дней. Это тысяча страниц. И есть очень удобный. Люди студируют медицину 6 лет, а он укончил студия медичные в четыре лет, в чонгу четырех лет. Он очень способен. Люди учат санамитика 6 лет, а он окончил медицинский факультет за четыре года на протяжении четырех лет. Слушай, в 15 минут не сдам же, пропрашиваем. Слушай, за 15 минут я не успею. Извини. Слушай, на протяжении 15 минут я не успею. Извини. Друзья, я вам очень рекомендую еще один видос о том, как определять время по-польски. Я его снял уже давно. Я там обсуждаю еще много других нюансов для того, чтобы вы могли избавиться от ошибок, которые вы тут в этом плане, к сожалению, часто допускаете. Ссылочка наверху экрана и внизу в описании ролика. А на сегодня это уже все. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч.